Так, вот прибрежная зона, стоят различные каноэ, а впереди видно корабли, которые все стоят на мели. Настолько на мели, я первый раз такое вижу, что корабли просто на мели. Кораблики, катера, парусники, вот здесь, вот так, все, 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 все на мели, как будто рыба, которую выбросила на сушу, но это все временное, все временное. Так, что, Саша, иди сюда. Сейчас мы пройдем немного дальше, посмотрим, что здесь, потому что здесь я еще тоже не была. Здесь тоже прибрежная зона. И впереди корабли, которые на мели. Ну, с правой стороны, пожалуйста, можно взять в аренду, покататься. И вот, все. Ну, как проще, да, спите. Здесь тоже можно поужинать прямо на берегу моря. Море. 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 Как будто вставлющик кораблей. Но это все временное. Так, похоже. Здесь какой-то. По дорогам бегают, катаются на велосипедах, гуляют. Это все вдоль моря. Можно делать катамараны. Здесь целая улица такая образовалась. Даже магазинчик, вы даже понятия не имеете. Здесь такой вод. Обычно вечером выходили из отеля туда. Как только проводок этот, там ужинали. А здесь мы первый раз отсюда не пошли. Я хотела поснимать. И поэтому видела, что тут идет бурная жизнь. Проходите, проходите. Проходите. Он так что выводит. Различные вина. Все можно попробовать. Вина, пиво. Херон. Дальше пошли. В общем, это, я смотрю, далеко идет, длится вот эта целая такая улочка. Ну, пока нового ничего вроде нет. Поэтому я пока останавливаюсь. Если что-то будет новенькое, продолжим. Так, это четыре часа где-то утра. Море наполнилось. Уже наоборот встал. Отлив начинает. Но мы уже успели покупаться. Но это даже не море, а океан. И естественно, он ведет себя как океан. Отливый, приливый. Течение сегодня. Прям хорошо чувствуется. Но самая вода набралась. Кораблики уже на воде. И поэтому сейчас можно поплавать. Но мы чуть-чуть изюду где-то час-два назад. Оно было еще выше. Но уже где-то на сантиметров 60 оно уже начало отмылаться. Так что все в порядке. Мы купаемся в океане. А вот и лотос расцвел. Утро. Идем на завтрак. И вот лотос. Розовый. Выпустил цветочки. И лодочки приплыли. И они. Вот они. А там до людей. И цветы. Замечательно. Замечательно. Так что, подсветет? Свет очень темно, очень темно. Красиво. Вера, тебе купи. Вера, хоть что-то для ребенка. Ну, кому? Ну, купи. Это местный житель. На голове корзина. В левой руке ребенок. А еще на правой руке куча бус. Вот мы специально решили купить веер, чтобы как-то помочь этой женщине, которая нагружена сверху, снизу до головы. И, видимо, зарабатывает. Пять? Пять. 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 А впереди море уже настолько отлив, что там видна трава. Это просто трава. Видно. Все. Все, 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 все оголилось. Отлив. Теперь, видимо, только ночью будет прилив, и тогда можно будет покупаться, с утра можно будет покупаться. Это свойственно Индийскому океану, в Марианске, в Индийском океане, который находится, они... Так, ну вот, мы вернулись, и я иду в сторону ресторана. Сейчас тоже одним глазом глянем здесь. Принцип архитектуры здесь, да, это в основном колоннада, на которой лежат перекрытия. Перекрытия деревянные, много-много дерева. Оно, конечно, делает своеобразное это место, более живым и более естественным. Вот есть вот такие столики. Сейчас только, только еще скоро будет ужин, народ придет в ресторан. Вот тут такие. Везде там, везде, везде там дальше. Тоже стоят столики, где можно посидеть спокойно. Все это открыто, естественно, как в южных городах, в южных краях. Круглый год здесь тепло, примерно одна и та же температура. То есть лето круглый год. Поэтому, поэтому, все открыто, все везде, пространство проветривается. Нету духоты, погода хорошая. Сейчас это примерно 24 градуса. 24-25. Днем где-то 28-29. Вот уже люди собирается к мужу. А на субботу есть у вас очковка идет. И отсюда, дальше. И здесь, потом, выход уже идет к бассейну. К бассейну и к морю. Ну, это я уже это снимала. Так что пока. До свидания.